Я повторяю представление доктора Полкина. Сегодня у нас очень интересный гость. Я рада, что любитесь, опять же, для наших взрывов это спрятаться с комнатами, с аудиториями. Я надеюсь, что сейчас подключу микрофон и будет лучше слушаться. Я попросила Владимира Зимуровича ответить на вопросы, которые мне были ранее присланы, вопросы, которые интересуют студентов, офицеров, моих студентов. Мы договоримся работать в режиме 50 минут, 10 минут, период 50 минут. Доктор Дворкин будет встречаться со студентами еще дважды на этой неделе. Два часа завтра и два часа в четверг. Меня проинформировали, что офицеров, офицеров из ГИЛА не придет в среду или в четверг. Но если есть какие-то вопросы, которые нам хотелось бы обсудить, с вами, я хочу сообщить, пожалуйста, и посмотрим, если они будут интегрировать в ваше присутствие занятия для моих студентов. В среду или в четверг. Хорошо. Значит, мы просто начнем с первого вопроса. И если у вас есть какие-то дополнительные вопросы или желание что-то уточнить, пожалуйста, поднимайте руку и задуматься. Мы неформально решим. Пожалуйста. Обсуждение после каждого вопроса, да? Я думаю, что вопрос, ответ. И если будут какие-то комментарии или дополнительные вопросы, то, что я вам очень сильно надеял еще. Первый вопрос. Это нынешний статус нового договора о сокращении стратегических и стратегических вооружений. Выглядит он или не выглядит? Я не знаю, как отвечать на вопрос с точки зрения нерв. Выглядит он или не выглядит? В какой-то части выгоден, в какой-то части не выгоден. Выглядит он, например, ну, с точки зрения выполнения условий МПТ. Так, надо договариваться, надо сокращаться. Выглядит он для России в том смысле, в том смысле, что он подчеркивает, хотя бы в этом отношении, статус равный Соединенным Штатам. Хотя я вам уже рассказывал, что России нужно еще снизу доползти до этого уровня, а Соединенным Штатам сокращается. Да, выгоден. Его отрицательность, страна, заключается в том, что он, по существу, фиксирует состояние Холодной войны. Все договора Холодной войны были основаны на балансе силы. И вот кончилась Холодная война, казалось бы, все, уже нет идеологического противостояния, а все равно нам нужно договариваться о балансе силы. То есть мы продолжаем по существу, вот то, о чем я говорил раньше, вот эту вот абсурдную парадигму взаимного ядерного сдерживания. И все это происходит, несмотря на то, что протекционная резолюция Семеновна сказала, что состояние взаимного ядерного сдерживания, состояние взаимного гарантированного уничтожения не отвечает интересам ни США, ни России. И надо это переформатировать, этот наш трансформированный продукт, ничего не происходит. Вот мы остаемся в том же самом состоянии, а из-за этого, конечно, у нас из-за этого состояния у нас сохраняется большой запас недоверия перед людьми. Этот договор с Рождественной войны легко прошел. Вы знаете, почему он легко прошел? Потому что еще до договора по существу концепции национальной безопасности России, первые в Соединенных Штатах, нюклея после Ю, и в том, что Россия собиралась сделать, нет никакого отличия. То есть на эти сокращения, я объясню, почему, как бы сокращения, шли очень легко. Вы помните, был в 2002 году договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. И он ограничил потолки двумя тысячами, двумя остальными байзоверами. Это тоже тогда все очень быстро на полутора листочков прописали, потому что это соответствовало планам каждой страны. России надо было сокращать по экономическим соображениям. Соединенным Штатам тоже, я говорю, с такого количества мы примем программу с ними на форуме, на форуме оружия. Я не быстро говорил, понимаете? Ну вот. И вот новый договор, который записал 1550 боизоляторов. А вы знаете, как получились эти 1550 боизоляторы? Каждый тяжелый бомбардировщик стал засчитываться за один боизолятор. Вот так вот, договорились, очень быстро и ловко. А если теперь, как и раньше это делалось, учитывать все боизоляторы, которые могут нести тяжелые бомбардировщики, то это надо добавлять еще 600-700 боизоляторов. Вот, получается, те же самые 2200. Так что сокращение это, ну, лимитация, что ли, так можно назвать. Хотя, важность этого договора заключается в том, что режим контроля весь закончился, как вы знаете, тогда, когда кончил действует договор старт-1. договор по, с 2002 года, по стратегическому, по этому потенциалу, он по существу базировался в контроле, верификации на прежний договор старт-1. Так вот, кончил действовать договор старт-1, вся верификация пропала. То есть ничего мы не должны вдруг ответить знать. Поэтому договор не нужен был, с этой точки зрения. Он выгоден с той точки зрения, что теперь подтверждается все заявления, все сокращения и все прочее. Так вот, это по первому вопросу у нас много. Модернизация в России и США не совпадают. В США еще длительное время, не надо будет вводить новые системы в Россию, и все выходит. Все должно быть, многое должно сниматься с вооружения, поскольку истекают гарантийные, есть не только гарантийные, но и продленные сроки. Вы знаете, что сроки эксплуатации российских комплексов два-три раза превышают гарантийные. Для того, чтобы подтвердить возможность того, чтобы эти ракеты стояли еще на воевом дежурстве, нужно каждый год одну ракету запускать, а другую ракету нужно разбирать до элементов, производить так называемую дефектацию, для того, чтобы убедиться, что все там в порядке. Вот так. Надо все снимать. И вот снимали, вынуждены были снимать в таком темпе, что, как я вам уже сказал на предыдущем занятии, мы уже ниже договора, который должен быть выполнен через 7 лет после этого заключения. Поэтому модернизировать необходимо было, но это сокращающее общее количество. Что сейчас модернизируется? Вернее, что вводится? Ну, продолжает вводиться мобильный грунтовый комплекс Тополь-М, но только теперь он уже в формате, это та же самая ракета, которая теперь называется Ярсом. Ярс. Это тот же самый Тополь-М, но только не с одним блоком, а с разделяющейся головной частью. Как вы говорите, я говорю, это очень мир, мир Англии, царь, на месте. Мир. Но это сделано для того, чтобы все-таки побыстрее подойти к пилу, тем потолкам, которые не договорились. Значит, вот это на земле. На земле принято решение разрабатывать новую жидкостную стационарную ракету на замену тяжелой ракеты Сатаны. Это жидкостная ракета, которую неправильно называют тяжелой, потому что по классификации, все это классификация идет еще из договора САТ-1. Тяжелая ракета, это ракета типа САТАН, или Р-36М-2, как ее называют у нас и у вас. А у нее масса 211 тонн. А тяжелой ракетой по договору считается ракета, стартовая масса, которой выше 105 тонн. Так, по условиям договора. Так вот, эта новая ракета, жидкостная, предполагается ее разработать такой, чтобы она была не больше 105, да и нет необходимости большей массы ее делать. Вот что на земле. Правда, раздаются разговоры, знаете, об оборудованном промышленном комплексе, он везде такой, очень активный, где требует побольше денег, уже раздаются разговоры об оборудованном промышленном комплексе, в соответствии с решением пока нет, чтобы разработать еще и железнодорожный новый промышленный комплекс. В Советском Союзе и в России оставался еще боевой железнодорожный ракетный комплекс, когда твердополненная ракета массой примерно такой, 105 тонн, ее возили на железнодорожную платформу. Она маскировалась под рефрижераторный вагон, и нельзя было ее отличить с воздуха, и с космоса. Но тут есть свои особенности, ее уже вычесть, я не буду сейчас останавливаться. В военморских силах принята новая подводная лодка-ракетоносец класса Борей 955-го проекта с ракетным комплексом «Блава». Это твердополненная ракета. Очень тяжелый был период ее разработки, потому что сначала предполагалось на этих лодках устанавливать прежнюю модернизацию, прежней ракеты, которая была у нас на подводных лодках, типа «Тайфун», уже называлась «Д-19». И масса у этой ракеты была к 90 тоннам. Это ракета для подводных лодок. И было 20 таких пусковых установок в шахтной такой лодке. Это вообще лодка колоссальнейших размеров. Ее подводное возразмещение 48 тысяч тонн. Это вот как хороший, ну такой среднего класса линкор. Представляете, который подводный взгонит. Так пришлось сделать такой огромный корабль подводной лодкой, потому что иначе не разместить вот эти большие, тяжелые, по существу твердотопленные ракеты. Вот это особенности нашей технологии. Отказались от этого из-за большой размерности такой. Примерно в два раза сократили массу. И вот измещение лодки, и ракеты, которые сделали. Зачем-то меньше. Ну и в военно-воздушных силах идет не модернизация, а просто установка новой аппаратуры. В Орбит будут установлены в ближайшее время новые крылатые ракеты воздушного базирования. И меняется, совершенствуется аппаратура вся на тяжелых бомбарировщиках. Ту-95 у нас и Ту-160. Вот таков процесс модернизации. Есть вопросы? Народ устал. Я привыкал за этот вопрос. Опять же, по отношению вопроса в связи с процессами модернизации в основе СССР, как вы считаете, необходимо ли обратить внимание на проблемы, которые существуют сегодня между Министерством обороны и военно-воздушным комплексом? Мы знаем, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу осветил в СМИ некоторые проблемы, которые обсуждаются. В первую очередь, это оценивание определенных заказов, кто должен принять себя в ответственности. Какова ваша информация? Понимаете, в России не отлаживая система ценообразования вооружения, любого вооружения. И препятствует этому, в первую очередь, отсутствие конкурентоспособных предприятий, организаций по элементной базе, по двигателям, системам управления, по материалам особенно. И предприятия, которые занимаются вот этими вопросами вот этого более низшего уровня производства миллиметров, они, пользуясь своей монопольностью, постоянно повышают цены на эту продукцию. Для этого есть как и объективные, и субъективные причины, потому что они повышают цены. Потому что им невыгодно производить небольшого объекта, классично, эту продукцию. И все это приводило к тому, что вот запланированные цены вот такие, в бюджете выделяется вот столько, если проходит год, цены растут, и уже невозможно закупить или обеспечить конструкторские работы по этому заказу. Ну, как будет справляться с этим министр обороны Новый Шойгу, пока я не могу сказать, потому что все это еще не отработанная система. Он вообще заявил, что мы не хотим заниматься деньгами тут, всем этим делом, пускай стоимость определяют Минэкономики, и там другие структуры федеральные ведомства. Как с этим получится, я не знаю. Вот тут, по-моему, вверхнулись в другую сторону, а, наверное, нужно искать какую-то золотую середину. Может быть так, как это в Соединенных Штатах сделано, когда министерство, например, авиации, министерство военно-морского флота отвечает вот... Ну, в рамках министерства обороны, все равно отвечает он только за закупки, согласовывает самообразование, а оперативно-стратегические командования этим не занимаются. Как к этому прийти? Пока нет дорожной карты для этого. Я думаю, что эти дебаты и дискуссии будут продолжаться. Есть еще вопросы по модернизации? Пошли следующие вопросы. Перспективы на дальнейшее сотрудничество в сфере контроля над вооружением и после срока нового договора. А если говорят, какие договора и соглашения могут появиться после нового договора? Что включилось бы в рамке идеального соглашения для договора под контролем над вооружением, включая под отчетность тактически с ядерных вооружений, боеголовок, хранилищих? Ну, уважаемые коллеги, я вам рассказал все это на предыдущем занятии. Вот, если какие-то вопросы есть, я менял Пугачеву и не могу повторять свои вопросы. Как-то неловко говорить то, что я только что говорил. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Как вы смотрите на ядерную вводу со стороны Северной Киреи? Это у нас следующие вопросы, они будут. Они будут, да? Да. Ну, вы же. Я передастся. Да, да. Не трогите себя. По вопросу модернизации нет. Вернее, по перспективам дальнейшего сотрудничества в сфере контроля. Ну, как я уже сказал, пока не решим проблему вопросов. Все будет стоять на месте. Перспективы возобновления российского участия в договоре о обычных вооруженных силах в Европе. Вы знаете, перспектив не видит, не считают нужным особой перспективы видеть ни у нас, ни на Западе. Ну, вы, может быть, помните, как все это прекратилось. То есть, Запад, НАТО не ратифицировал адаптированный договор. Когда все прекратили предоставлять информацию, инспектировать друг друга. Значит, вот какой-то договор, который ограничивал бы рамки вооруженных сил, считается, что он не нужен. Потому что ушли уже далеко ниже тех рамок, которые предусматривались и до всех, и адаптированным договором до всех. Но хотелось бы контролировать друг друга. Вот соглашения о контроле, уведомлениях разных. Вот они должны в каком-то виде сохраниться. В каком виде они сохранятся, пока никто не знает. Нет пока конкретных результатов, консультаций по этим вопросам. Есть вопросы? Европейским силам. Следующий. Перспектива возобновления совместной деятельности США и России в программе совместного уменьшения угрозы, того, чтобы защитить оружие массового уничтожения. Таким образом, Россия внесет свой вклад в усилие публики вращения распространения, а мы защитим от него после окончания действий программы совместного уменьшения угрозы. Значит, что сейчас происходит в этой сфере? Хотя есть кое-какие у нас уже конкретные предложения по содержанию этой работы. Но сейчас между сторонами на официальном уровне идет согласование юридических вопросов под этого нового соглашения. Как вы знаете, Россия сказала, что она должна на равных участвовать в этом вопросе. И хватит получать помощь по этой программе, по ликвидации наших вооружений, для безопасной перевозки наших материалов, безопасных, всего прочего. Ну, мне представляется, что и российским военам, и власти, ну, как-то они стали уже относиться скептически к тому, что в этой программе, ведь как все это происходит, ликвидируются ракеты, допустим, на средства и в тех базах, которые, оборудования, в которых поставлялась США. Ну, кто платит деньги, тот должен контролировать, отказывать контролюру как-то неловко. Ну, поэтому решили не получать эти деньги, а самим все делать. Хотя, я знаю, что наши военные уже жаловались, что теперь из-за отказа от этой помощи им придется 300-400 миллионов долларов доставать, не предусмотрено. Вот, я еще раз повторяю, идут юридические переговоры, переговоры сейчас такие реальные, интенсивные, по тому, как все это дело оформить, в каком виде. То, что это будет оформлено, вроде бы ни у кого сторон сомнений нет. Какие могут быть там содержательные места. Ну, вот, одно из таких предложений, это объединить системы или согласовать системы мониторинга за перевозкой радиоактивных материалов. В России разработана такая система, в США тоже, насколько я знаю, есть. И раньше по этой программе американцы запрашивали у меня какие-то такие возможные предложения. Для того, чтобы финансировать по программе «Надолуга» и по программе «Соверенческие нарушения грозы». Вот, но это не получилось, а теперь можно делать это совместно. Эта система мониторинга представляет установку соответствующей аппаратуры и компьютерных средств на всех пунктах въезда, выезда, территориальных, внешних, внутренних. И система может контролировать задекларированную, то есть разрешенную перевозку и неразрешенную. И реагировать на неразрешенную перевозку. Вот такая система есть, повторяю, в России и в США в разной степени она развита и имеет разный масштаб использования. Но если на равных финансовых началах согласовать все это, то как в любом деле единая система, построенная на одинаковых принципах, с одинаковой аппаратурой, с одинаковой калибровкой, с одинаковым программным обеспечением, будет, конечно, эффективной. Вот это одно из направлений на работу. Ну, кроме того, очевидно, будут какие-то разделения с точки зрения перевозок и хранения, объектов хранения, радиоактивных материалов. Ну, например, в странах Восточной Европы и в странах СНГ, в Республике Большего Советского Союза. Наверное, все-таки тут будет такое, более-менее, равное распределение. Вот такие перспективы для обновления этой программы, но есть уверенность, что она будет работать. Не могу сказать точно, когда согласуется, как мы все эти юридические. Перспективы усиления эффективности договора о распространении ядерного оружия. Что мы будем делать для того, чтобы поощрить другие страны, имеющие ядерное оружие, вступить в многосторонние соглашения, которые над ядерным вооружением подобны двусторонние соглашения между США и Россией. Я уже упоминал, что другие страны Пи-5, Великобритания, Франция и Китай говорят о том, что мы не будем вести никаких переговоров, пока не приблизится уровень России и США. Здесь есть разные пути. Понимаете, вот есть инициатива, которой занимаются уже, пожалуй, больше 15 лет. Это предложение по увеличению времени диалертинга. Это снижение постоянной готовности ракет к пуску, особенно касается наземных ракет, но и морских тоже частично. Вот много проработок есть. Есть такая толстая книжка «Арбатова и моя», на английском она «После ядерного сдерживания» называется. Там была книжка посвящена этим вопросам. Эту вопросу давно оставил и Сен-Нан, и в России тоже такие крупные люди говорили об этом. Военные сопротивляются, потому что для них это извинение системы боевого удержанства. Это лишние хлопоты, которые никому не нужны. И здесь только политическое решение может помочь этому вопросу. Технически все проблемы решаются. Вот если бы, и причем есть этапы даже, так, предложения по этапам снижения боеготовности, готовности, этапы этого диагерстинга, оставить, чтобы его удерживать на постоянном удерживании, когда нужно меньше минуты для того, чтобы отпустить ракету. Сначала 500, потом 200, потом, может быть, только 100 ракет. И в этом случае, если, например, до 300 боезарядов будет стоять на постоянном боевом дежурстве, то это те величины, которые приближаются, ну, таким же, значением Великобритании, Франции, Китая, никто не знает. Но, может быть, близко. И, так сказать, ну, посмотрите, у нас вот на боевом дежурстве вот такое количество, как у вас, например. Хотя есть разница в организации боевого дежурства. Вот этот путь. Но этот путь мало перспективен из-за того, что трудно будет договориться по диагерстингу. Хотя вот последняя инициатива, опубликованная, я не упоминал, самая последняя, это предложение по обеспечению безопасности, по снижению расходов на вооружение, о котором я говорил нам, Мишенберг, Десбраун и Грибанов, представленный лидером всех ведущих государств. Там есть этот самый красный нитью проход, вот этот вот диагерстин, снижение боеготовности, дальнейшие сокращения, сказано там, когда тысячи может сокращаться по статистическим вооружениям. И вот как другие страны привлечь, Великобритания, Франция, прежде всего, вот не будут они сейчас на пекине, говоря, коллективным статусом. Причем я вам тоже скажу, что коллективный договор, это такая морока. Мы больше семи лет согласовывали договор старт-один. Это две стороны, с учетом всех там национальных особенностей, национальных вооружений. А тут, представляете, сразу ПИФА. Есть другие предложения, которые воспринимаются пока что неплохо. Эти предложения включают в себя поэтапное привлечение этих стран. Ну, например, Великобритания и Франция без всякого ущерба на своей безопасности могли бы сказать, что вот у нас сейчас вот столько оружия, хотя они так прекрасно известны, они не скрывают, но официально известно, что у нас вот столько-то, и мы не будем в дальнейшем увеличивать количество своего ядерного оружия, как статистического, так и тактического. По англичанам только статистическое. Французы считают все свое оружие статистическим, хотя по меркам договора, по классификации, то, что в авиации у них там, это считается, то статистическое оружие. Вот, не будем увеличивать. Дальше. Без всякого ущерба на своей национальной безопасности они могли бы принять ряд мер доверия, которые уже существуют в огромном количестве, между Россией и США, и существовали еще в современном Советском Союзе договоре «Старт-1». За эти два договора «Старт-1» между нами действовало порядка 170 типов уведомлений о состоянии, развертывания, выводе, предстоящих испытаниях, там, ликвидации, изменениях каких-то параметров, 170 только типов. Сейчас поменьше, но это тоже достаточно некоторое количество. Так вот, Великобритания и Франция вполне могли бы сказать, сделать официальное заявление о том, что мы будем делать уведомления о том, что мы вводим, что мы выводим, что мы модернизируем, где у нас находятся сейчас наши лодки, где авиация базируется, как. Это во многом известно, во многом известно. Но если это будет декларируется в официальном порядке, то это уже будет защитным шагом для того, чтобы как-то присоединяться к обшему процессу. И вот таких видов, есть оценки, таких видов этих уведомлений может быть 10-12. Вместе с обязательством не увеличивает количество своих ядерных вооружений. Вот это первый и пока единственный шаг, который как-то может вовлечь в общую систему контроль. Я не говорю ограничения. Ну, хотя и увеличение, если дает обязательство, что не будут больше увеличить, это уже ограничение. Ну и контроль тут налицо. Что делать с остальными? По китайцам я вот на первой встрече рассказывал, что у меня только что была встреча, с китайским генералом, в общем-то, как и женщиной, которая сказала, у нас мало ядерного оружия, и поэтому мы никому не будем говорить, сколько его уйдет. Я ей сказал, что как генерал-генерал, я вам должен сообщить, что есть такой закон, закон военный, что если кто-то скрывает свои силы, то противостоящая сторона обязана, чтобы иметь какие-то запасы, преувеличить представление. А преувеличить, это значит и себе сделать запас дополнительный, поднять свой уровень вооружения. Тот, кто скрывает, зная о том, что делает другая сторона, тоже начинает увеличивать. Если кто-то занимался технической кибернетикой, то это означает наличие положительной обратной связи, которая всегда ведет к генерации системы, развалу системы. Связи должны быть отрицательной обратной. Есть, конечно, способы влияния на Китай, есть, но просто так уговорили китайцы. Помните фильм у нас? Открою речи, как я читаю. Я сказал, Я сказал китайский генераль, что открой речи, как я читаю. Скажи, сколько? Но пришлось ей объяснять про фильм. Это значит, бы она обиделась. Она говорит, у меня же открытое лицо. Так вот, что можно было сделать? Просто уговорить к ним, да, открой речи. Друзья, какие-то встречные шаги, прежде всего, со стороны США. Что США могли бы сделать? Они могли бы заявить, что вот, поскольку китайцы очень обеспокоены нашей противоракетной обороной, которую мы развертываем вместе с Японией, у японцев уже 6 эсминцев системы ИДЖИС. Соединенные Штаты там сейчас концентрируют значительные силы в планах в этом Тихоокеанской легенде. Только если Семен Гриш скажет, что мы ограничим нашу противоракетную систему, и она не сможет реально угрожать ядерным силам Китая, она направлена только на парирование угроз со стороны Северной Кореи, а вывод в ответ на это открыть или чекать. Ну вот, такими шагами только можно делать еще какие-то меры доверия с Китайцами развивать. Иначе китайцы будут тянуть. Это делать. По этому пункту есть вопрос о включении других ядерных стран в процессе ограничения. Седьмой вопрос. Возможные решения по поводу восхождения взглядов между США и Россией относительно системы про США в Европе. Как будет влиять систему про на будущие переговоры о контроле над вооружением между США и Россией? Я подробно рассказывал вам на предыдущем занятии обо всем этом. Я только не говорил о том, что кроме Европро, ну теперь у нас официальные лица говорят о том, что много как раз в лидическом про глобальное про стратегическое про США. Вы обращали внимание, наверное, на то, что на Аляске вместо 50 будет разорвано еще 14-44 будет гранд-бейс-интерцептор этих перехватчиков. Хотя ни одного испытания этого перехватчика в том, что он осуществил такого успешного по реальной цели не было в последнее время. Сообщили Соединенные Штаты, что провели пуск ракеты, которая не взорвалась. Но предыдущая это взорвалась на предыдущем время. А тут запустили, она не взорвалась, но никакой цели она не поражала. Не было даже этого. Задачи такой не стояло. Ну и вот еще 14 собираются развертывать. Реагируем на это, конечно, негативно, но степень негатива этого будет зависеть от того, что сейчас решать. Понимаете, эта система тоже не влияет никаким образом на потенциал ядерного стерка. Даже если Россия будет запускать ракеты по Соединенным Штатам, я вам говорил уже в отношении на один боезаряд нужно не меньше десяти против ракет стратегических. Может, и больше. И решение будет только политическое. Только политическое. По договору попробовали было сто перехватчиков с учетом соглашения 74-го года. Сначала это ограничили двумя стами перехватчиками. Может, было два объекта по договору по ПРО 72-го года. Вы, наверное, до этого не помните. Сейчас помните. Помните или нет? Как-то все. В 72-м году заключили договор по ПРО, который ограничивал системы ПРО двумя базами. Можно было защитить одну базу ракетную базу МВФ и столицу которую было защитить. Значит, в каждой базе в каждом районе по 100 противоракет стратегических. И так система сложилась так, что было примерно половина низковысотных и половина ракет высотных противоракет. А в дополнение к этому в 74-м году вообще ограничились одним районом. В США Грандфокс развернули свою систему. Системы были с ядерным переходом. Ядерным переходом. То есть боеголовки всех этих ракет-ПРО были освещены ядерными боевыми частями. когда один не буду называть его имя очень хороший человек сенатор США уже в 90-х годах все-таки нет нам одного района маловато для нашей ПРО по договору. Я ему говорю вы что хотите столицу защитить Вашингтон? Он обычно такой человек который думает прежде чем отвечать а тут сразу ответил да нет ну что вы говорит столицу американский налогоплательщик не даст лицента для того чтобы защитить свое руководство это интересно мы сразу защитили Москву тут такой подход так вот если 100 можно было и это считалось не опасным то 44 плюс 4 там Калифорния может больше будет я еще раз говорю никакой военной угрозы для ядерных сил не представляет вот десятый раз повторяю что это только сфера политических взаимоотношений сфер доверия и наконец вопрос совпадения или не совпадения точек зрения США и России относительно ядерных программ Ирана и Северной Кореи в чем мы можем больше сотрудничать какие существуют препятствия для этого сотрудничества какие есть разногласия например к Ирану хотя все санкции по Совету Безопасности к Ирану все принимаются единогласными никого больших терпений разногласия заключается в том что Россия считает неправильным применение односторонних санкций со стороны США и европейских стран потому что эти санкции значительно более жесткие чем те которые принимает Совет Безопасности а делаются они мягкими и безвредными это те санкции которые Совет Безопасности принимает прежде всего потому что достигается компромисс между более резкими предложениями США и Франции и позицией России и Китая которые смягчают эти санкции вот это все привело к тому что США и европейские страны основные были свои собственные санкции более жесткие повторяю которые в сильной степени влияют на Иран там уже инфляция 40-50% и переговорщики которые ездят они говорят что на последних раундах переговорах первое что говорят там под столом эранцы ну снимите нас санкции они нас души просят санкции санкции действуют вот это пожалуй это единственное расхождение хотя все и в России говорят так же как и в других странах что ядерная санкции неприемлема для России так же как и для других стран у вас вопрос был по Ирану по Северной Корее что еще сказать на ограниченном встрече я уже говорил что все понимают что все эти решения о сфере безопасности могут быть совершенно бесполезны уже в дальнейшем в принципе что можно было бы делать если бы столкнулись истили согласие по этому вопросу есть в уставе организации объединенных наций две статьи сорок первая и сорок вторая сорок первая предусматривает санкции экономические любого масштаба сорок вторая предусматривает то что если возникает явная угроза международной безопасности то могут применяться военные санкции то есть в принципе и все экономические а они как раз поднимаются в соответствии со статьей сорок первой и военные могут подниматься в соответствии с уставом организации объединенных наций но не полностью используется сейчас даже по первой статье санкции я вам только говорила повезти санкции могут куда пойти ОМОН они могут дойти до экономической блокады финансово-экономической блокады кто может согласиться на это в россии китай скорее всего не пойдут на это если бы были совершенно неотвратимые угрозы того что Иран уже готов применить ядерное оружие не как государство а через террористические организации через хриз-болгу я уже говорил просто раз что сейчас по всех сторонах боевые черники есть по всеми мигами разбросаны мы смотрели карты такую вот в этом расхождении все прекрасно понимают что только дальнейшее усиление санкций может подвигнуть как-то еще на какие-то уступки со стороны Ирана но они уже столько лет затягивают время и чем больше они затягивают время тем движение к ядерному аруту а то что правнами никаких нет создать его за исключением может быть достаточного количества оружейного урана вот этот вопрос остается неопределен а разработать собственно боезаряд ну так же как может быть вы знаете как ровно лет назад двумя американским физикам неядящим сказали ядерный ядерный боезаряд и им только нужен был оружейный уран все ну так неужели конструкторы военно-промышленного комплекса Ирана давно уже не создали конструкцию такого заряда вот я как инженер не вижу никаких препятствий почему бы они не могли это уже давно сделать и только заполучить оружейный уран и все будет готово вот с учетом того что инспектор МГТ сейчас работает там на 19 объектах ядерной инфраструктуры еще столько может существовать незаявленных и других иран не ратифицировал дополнительный киберлокол 1997 года который позволяет инспектировать незаявленные объекты инспектора МГТ разные есть отношения к тому что можно разрешать что нельзя разрешать вот я помню интервью с Эльбородей он приходил с ним встречаться где-нибудь там есть ему специально с Алексеем Арбатовым вот он интересно сказал Бородей он достаточно стерженный человек корреспондент задает ему вопрос скажите ну ведь как член МПТ Иран может проводить обогащение в РАН до 3,5% даже до 20 медицинских целей вот Эльбородей сказал в принципе да но Ирану нельзя это производить до тех пор пока он не раскроет все вопросы которые им МГТ задает вот вот такие дела это по Ирану по Северной Корее в общем в принципе никаких нет расхождения в оценках в оценках и в отношении к их ракетно-ядерным программам вот 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 когда АПРО когда американцы сейчас ставят развертую ПРО неотработанную вещей неизвестно как она будет работать я вспоминаю беседу с одним очень умным ученым из Принства я уже даже не помню о какой системе он мне говорил я его спрашиваю ну а как сценарий использования этой системы вот он какой он неуверенно говорит может быть такой-то я думаю что нет это совершенно невозможный сценарий не может быть он ничего не мог мне доказать потом рассердился на меня в конце концов сказал отстань от меня у нас у американцев такой менталитет если у нас есть деньги и мы что-то можем делать то мы это делаем а потом смотрим куда это применять вот это так я думаю что систему ПРО в конце концов доведут до способного состояния но это то чего я не говорил вам сегодня мы вот книжку выпустили в России о том что перевели на английский язык противоработки отнеобороны противостояния и сотрудничества там ряд американских экспертов наши эксперты и вот один из главных выводов такой что это основано на изучении 50-ти летнего опыта разработок систем ПРО США СССР в России теперь в США и везде невозможно создать такую противоракетную оборону такой плотности даже такую которую замышлял президент Риган по программам звездных войн которая спасла бы государство прикрытая такой системой от возмездия от ответного удара невозможно не может быть такой системы вот создать систему которая от массированного ответного удара когда сотни боезарядов летят на территорию страны агрессора а вот создать систему ПРО которая ограничивает которая была бы эффективной при отражении там небольшого количества зарядов одного двух трех четырех пяти в этом случае такая система может быть эффективной и вот если говорить о том чтобы отражать ракетную оборону со стороны Ирана и Северной Кореи то такая система может быть создана в конечном итоге хотя это может быть чрезвычайно дорого мне в свое время мне как военному человеку понравилась статья Билла Пелли и Аштона Картера они написали ну чего нам там связываться с системой ПРО ракеты дальнего действия в Северной Корее если они когда-то будут вот они отработали единственный удачный пуск у нее был единственный удачный пуск это ракеты типа Тепходон-2 которые называют сейчас ИНХ они с Путином запустили кстати вы читали что американцы уже вытащили эту ракету из воды и исследовали ее и показали что она предназначена для запусков ядерных зарядов по прочности корпусов и всего прочего это можно было даже не делать такого анализа и так было ясно что такая же способна доставлять ядерные боезаряды хотя никто не знает есть у северокорейцев ядерные боезаряды или только ядерные взрывные устройства которые не разместить на ракете так вот что написали Билл Пейли и Эштон Картер они писали что эта ракета может быть установлена только на открытой площадке и запускаться только может быть стоять она будет долго заправлять надо готовить и как только мы увидим что они это делают мы можем разместить эту пусковую установку и ракету кладными ракетами сакоточными ну вот еще вся производительная оборота так перерыв может быть как как хотите но там что положится святое дело перерыв но на следующем после перерыва я бы только на вопрос отвечу только на вопрос потому что я уже все рассказал ну я частично не говорил по этому поводу вот мы не знаем чем сейчас закончились переговоры вот очередной рамы переговоры макфола в России есть надежда на то что может это повлиять на изменения политики в России в этом вопросе но отмена четвертого этапа дел это политический повод политический повод и Соединенные Штаты ну определенной степени правы когда говорят что это сделано не как уступка России а это сделано по финансовым и военным соображениям потому что действительно ну развертывание стратегических перехватчиков системы СМ3 этапа 2 Б стратегических в Европе они не носят какого-то характера повышения защищенности США от Ирана и Северной Кореи но то что сейчас добавляется в 14 стратегических перехватчиков вот это повышает как раз эффективность защиты от стратегических ракетов хотя понимаете вот я еще раз который раз говорю что это не связано с военной безопасностью и сами того не желая наши российские военные проводили конференцию международную по противоракетной обороне это было в Министерстве обороны там были официальные лица вот они по существу подтвердили расчеты независимых экспертов вообще не только независимых экспертов но нет ни одного человека специалиста который умеет моделировать все эти ситуации который сказал бы что американское ПРО опасно для потенциала ядерного сдерживания России и не только независимые эксперты вот генеральный конструктор наших иноземных морских ракет Юрий Соломон неоднократно заявлял что нам не страшны никакие системы ПРО потому что наши средства преодоления противоракетной обороны нестыщики эффективны и я могу это подтвердить потому что в свое время мне пришлось и разрабатывать и утверждать требования к системе преодоления противоракетной обороны и если бы они были недостаточно эффективны то всех кто согласовывал и утверждал эти требования всех уже надо было отправить в Сибирь но этого не происходит значит преодоление проэффективны и Герберт Ефревов это вот генеральный конструктор ракетных систем ракет типа стилет ракет там то же самое подтверждает все кто политически и не наши больше ничего здесь нет давайте еще вопросы потому что если надо чем-то заполнить время то я привез две книжки одна книжка называется Great Strategic Triangle это вот по военнослужению в России США и Китае и вторая книжка я ее Биллу Поттеру отдал но у меня еще есть одна это по противоракетной обороне где участвовали и религанские эксперты и российские на самом высшем уровне квалификации завтра мои студенты будут с вами обсуждать эти книги прям по тексту так что готовьтесь к этому мне с вами с вами пожалуйста пожалуйста Здравствуйте я Семен Глебов я хотел задуматься другой вопрос в последние годы проводят реформы военные реформы в том числе переход на комплектование на основе контрактора в и как эти реформы по вашему мнению сейчас подвигаются есть ли какие-то успехи какие-то недостатки и как это в общем влияет на боеспособность боя готовность вооруженных сил российских сейчас спасибо ну вот по плану военного реформирования планируется что к 17 году к 2017 году должны быть в России 425 тысяч сержантов и рядовых контрактников вот такой план правда ассигнования на этом в этом году уже снижены вот но это очень эффективный путь для повышения боеспособности российских вооруженных сил если учитывать еще и то что сейчас у нас 200-250 тысяч человек юношей которые должны призываться но они находятся в бегах то есть они уклоняются от этого и с учетом демографического провала демографической ямы вот не набрать такого количества и содержать российскую армию ни миллион как это запланировано не удастся а может только 1800 вот если еще добавить немножко сюда контрактников что потребуют 2-3 процента всего от бюджета от военного бюджета то это могло бы за 2-3 года решить проблему полностью контракт не орды но как это будет происходить покажут в ближайшие годы нужны решения политические опять же хотя необходимость контракта признают практически все и премьер премьер это время из страны языков у меня такой вопрос я трехндеевять лет прожил в СМС нас я помню убедительно пугали Америки 23 года живут здесь никто нас России не пугает нам в России мы знакомые прессы и так далее многие россияне до сих пор очень негативно относятся к нашей стране здесь и вот как вы считаете есть какая-то угроза от этих ребят для России или это опять же проходит на уровне политики чего вы меня спрашиваете я значительно я значительно дольше вас прожил в Советском Союзе всю жизнь так я столько сил отдал борьбе за свободу Анжелы Дэвис и за помощь американским безработным потому что это не сравнительно с теми силами которые я потратил на моделирование админом ядерным ударом понимаете вот общественное мнение России очень зависит от позиции центральных каналов телевизионных которые находятся по существу в руках государства и спад и подъем антиамериканских настроений зависит вот как раз от такой официальной пропаганды потому что люди же не вникают глубоко обычные люди не вникают глубоко в этих вопросах если не говорят что вот Соединенные Штаты являются главным инициатором и расширения НАТО и попыткой захватить российские природные ресурсы им говорят конечно почти 50% негативно оцениваются Соединенных Штатов когда они этого не говорили процент был гораздо ниже там около 30% у нас все зависит к сожалению от установок сверху хотя мне говорили что и в Америке много таких людей я не знаю процентов не помню просто процентов были опросы общественного мнения у вас сколько у вас относятся негативно к России понимаете был розовый период в наших отношениях это вот 90-е годы когда мы вообще рассчитывали на то что все мы теперь уже друзья и ничто не должно нас разделять и у нас общая угроза безопасности но времена меняются Александр Гнатьев у меня был вопрос про дедовщину и какие планы искоренения дедовщины из вооруженных силоверских федераций ну вот переход на один год службы по призыву а там больше всего таких случаев дедовщины он несколько улучшил ситуацию но у нас ведь то что называется дедовщиной происходит частично и среди контрактников даже среди офицеров ну вот как у нас все говорят руководители военные что армия это слепок общества это отражение ситуации в обществе вот если в обществе преступность коррупция то есть все переносится и на вооруженные силы но самый радикальный путь покончится к дедовщине это контрактная армия вот это было значительным продвижением вперед к дедовщине т.к. 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 что система P.R.O. это просто способ оказывать политическое давление и поддерживать военный промышленный комплекс с другой стороны все таки мне интересно в каком состоянии сейчас находится российская система P.R.O. как справляется эта система с американцами значит то что вы с самого начала произнесли я этого не произносил это вы произнесли то что оборонно-промышленный комплекс всегда заинтересован в развитии каких-то систем потому что это с финансированием напрямую связано это правда это так значит и то что оборонно-промышленный комплекс оказывает давление и на российскую власть лоббирует свои интересы это так а вот что касается соотношения российских систем про и американских то я вам могу сказать что сейчас в России нет сопоставимых по характеристикам эффективности против ракетных систем и систем и систем стратегической про гранд бейс-интерцепторы таким системам как ТХАТ сухопутным армейским системам США вот вот система С-400 ну она как бы предназначена для того чтобы отражать или перехватывать ракеты малой и средней дальности но насколько известно ни одного испытания по баллистическим целям еще не было вот система С-500 может быть она к 2000 году или позже будет хотя здесь многое связано еще с интеграцией информационных средств про и систем предупреждения ракетов нападений с этим тоже у нас пока не все решено еще пока нет сопоставимых 2000 и после 2000 год будет вот так вот у меня вопрос о Китае как воспринимают российские военные угрозы потенциальные возможные угрозы какие направления в анализе возможной угрозы или невозможности угрозы со стороны на Китае запретил вопрос рассматривать политическое вооружение России и военном вооружении вот есть особенности того как к этому подходят военные вообще любые штабы военные всех уровней они обязаны планировать применение вооруженных сил ядерного оружия после инспектов просто обязаны планировать но вопрос применения этого это вопрос политического решения безусловно и конечно российские военные обязаны иметь планы отражения угроз и сдерживания Китая но на политическом уровне такого открыто никто не заявлял и не будет заявлять я уже говорил что у нас в этом отношении общество тоже такое размыто что ли есть много разных позиций одни считают что Китай может представлять угрозу для России в перспективе и другие считают угрозы не видно сейчас в обозрении перспективы другие китайцы тоже считают что этого нет что нет такой угрозы другие считают что нет надо считаться с этой угрозой но я уже рассказывал что те кто не видит угрозы со стороны Китая они учитывают китайскую ментальность я говорил уже о том что Китай может столетия или тысячелетия еще раз повторю известную фразу китайского министра иностранных дел который сказал что еще рано оценивает последствия французской революции вот так вы считаете что когда-нибудь в будущем будет возможно чтобы была настоящая война между двумя или тремя крупнейшими государственными государствами я думаю что это исключено до 99,9% между крупными державами но вот региональный ядерный конфликт имеет большую вероятность во разновлении потому что есть Пакистан есть Израиль который в крайнем случае может использовать если увидят прежде всего что другими путями предотвратить угрозу со стороны ядерной угрозы со стороны Ирана не удастся вот такое может быть ну Пакистан и Индия это как-то вот она на слуху у всех вот этот возможный конфликт между ними вы знаете все по каким причинам там территориальным вот но я говорил как-то с индийским послом в России я говорю вас беспокоит ядерное оружие Пакистан или угроза посол сказал нет нас беспокоит это дело потому что там контроль вроде бы надежный от ядерного оружия хотя Пакистан знаете вот сейчас по оценке ее картинку показывал он уже превзошел и идти по гипертным оценкам по количеству боезарядов ну вот так вот значит теоретически возможно региональная ядерная война теоретически между крупными ядерными державами я считаю что она невозможна что касается особенно северной Кореи всегда говорят речь всегда идет о ракетах а не тогда о других способах представления ракет а не они учитывали возможность заставления ракеты на корабле который может приплыть на какой-то порт и там может подорваться ядерного понимаете вот сейчас между Россией Соединёнными Штатами и Европой действует соглашение о контроле за перевозками воздушными морскими железнодорожными или есть специфическое название в этой инициативе контроль осуществляется конечно вот нельзя сосредотачиваться только на ракету ядерной угрозе только на ракетной угрозе потому что ну вот я не думаю что сейчас можно на корабле доставить баллистическую ракету нужно испытать это понимаете ну как не испытав ни разу с корабля баллистическую ракету в Северной Горее как они могут это делать вот скрытно они это не смогут сделать если средствами космической разведки и агентурной разведки выяснится что-нибудь что они готовят на корабле установку ракет на такой средней дальности типа на Дон-1 вот то будут приняты решительные военные вот типа тех которые предлагал билб и штанг-картер вот другое дело что привести ядерное взрывное устройство не ядерный боезаряд а ядерное взрывное устройство которое весит несколько тонн на корабле приплыть куда-нибудь побережь Соединенных Штатов и там взорвать его такая возможность существует теоретически существует вот и причем это будет делаться уже не от лица государство государство может в Северной Корее или Иран отречься от этого нет ни при чем это террористы но снабдить террористов они могут таким ядерным взрывным устройством этого исключать нельзя полностью поэтому я вот считаю что предотвращение ядерного терроризма или ядерной угрозы это приоритет номер один обеспечения безопасности представляете что будет если вот такой террорист где-то будет в мегаполисе произойти неважно в Европе в Америке вы помните что знаете прекрасно что после 11 сентября введены по существу в демократической стране и не только в Соединенных Штатах беспрецедентные мероконтрольники тотальные мероконтрольники на транспорте особенно на Востоке все массовые мероприятия здесь в Европе в России все контролируются это вообще говоря ограничения демократических свобод а вот теперь представьте себе если произойдет такой ядерный террор в мегаполисе десеринские люди любой страны предпочитают сохранить свою жизнь а не демократические свободы прежде всего и это вообще что за этим последует за этим последует это уже не борьба с митик культурализмом в которой Анна Меркель сказала, что невозможно сейчас нам построить мультикультурное общество, потому что иммигранты по существу заселили нашу страну и во многом влияют на нашу политику. Это не Соединенные Штаты, где все переваривается, как в котле. А там замкнутые сообщества исламские. Они там террористов готовят. Вот и у нас в России выяснены такие вещи. В мечетях готовят террористов. Начнется массовая высылка мигрантов. Это поднимет опять вал террористических действий со стороны исламинских радикалов, исламинских городеров. Массовая высылка мигрантов. Представляете, чем это вернется? То есть, в этом случае мы приблизимся к тому, что в книжке о конфликте цивилизации сказано. То есть, это будет война христианского мира и радикального ислама. Но, может быть, не только радикального ислама. Потому что, вы помните, автор книги о конфликте цивилизации, он интересную мысль там написал. Он написал, что противостояние не только по отношению к радикальному исламу, но и вообще по отношению к всему мусульманскому миру, к христианскому. Вот это вот опасно. Имею в виду, что в России такое большое количество ядерного оружия, которое препятствует такое обычное нападение на страны. Почему, для чего в России иметь такую армию такого количества? Так что, для чего столько много солдат и так далее? Я знаю, что географически страна очень большая, но все-таки, имея эти ядерные оружия, страна достаточно защищена от атаки. То есть, для чего иметь такую армию? Есть ли политические причины для иметь армию такого размера? Ну, во-первых, армия директивно сокращена, а не делается. Так? А реально у меня будет больше 800 тысяч. Это первое положение. Второе. Всегда мы считали, что под прикрытием ядерного зонтика Россия может спокойно совершенствовать свои неядерные силы. Но действует, как всегда, логизм в этом отношении. Дело все в том, что на совершенстве необычных вооружений требуется гораздо больше средств, чем на ядерное оружие. Поэтому, с одной стороны, можно было бы под прикрытием ядерного зонтика не торопиться с этим делом. Но, с другой стороны, видите, считается, что Россия должна очень эффективно реагировать на такие региональные угрозы обычной войны. Ну, вот, типа, например, войны с Грузией, где-то еще в общем-то году. Вот, считается, что для этого нужно повышать эффективность российских вооружений в силу общего назначения. А какие-то уроки извлекла российская армия, командование в войне с Грузией? К сожалению, извлекла слишком поздно, потому что все эти недостатки, связанные со связью, боевым управлением, о них уже много лет писали все, кому можно. Вот в работах мы писали это в рамках Совета по внешнеоборонной политике с Карагановым, с Арбатовым и со Шлыковым. Вам известна фамилия Шлыков? Шлыков. Вот. Это очень интересный человек. Это резидент советской разведки, который после того, как был раскрыт, едва избежал ареста. И в российском генеральном штабе работал главным разведственным управлением аналитиком, военным аналитиком. Он глубочайшим образом проанализировал и представил данные по всем американским системам, по американской мобилизационной системе, по американским вооружениям, по принципам комплектования вооруженных сил. И даже когда-то написал книжку такую небольшую «Нужен ли России генеральный штаб?» То есть он был очень настроен правильно с точки зрения необходимых преобразований российской армии. Он одно время даже был в группе советников Сердюкова до своей кончины. Незадолго перед кончиной у него было телевизионное интервью, где он рассказал о своей разведной деятельности впервые. Так вот, там он и отразил в этом интервью и в своих книжках вот эту главную мысль о необходимости преобразования российской армии, о необходимости контрактной системы. он подробно все это написал. То есть понимание этого есть, понимание в общественном сознании. Но опять все определяется политическими решениями лидера. Может, книжку почитать? Книжку завтра. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok